Успехи на различных аренах – это здоровый имидж целой страны. Бобруйск же на спортивной карте Беларуси игрок опытный. Отсюда и такое пристальное внимание к этой сфере. О победах и планах на будущее говорили в гор-исполкоме. Ответ перед журналистами держал Алексей Воронков. Профильный отдел функционер возглавил в прошлом году. Но назвать его новичком язык не поворачивается. За плечами годы работы. Первый вопрос о самом популярном виде спорта – футболе. Сколько бы ни было среди болельщиков-скептиков, тема волнует многих. Как мы знаем, по итогам 2021 года футболный клуб Беларуси потерял право играть в высшей лиге, в элите белорусского футбола. Но важно, о чем связан такой неуспех и какие задачи у команды ставят на сезон нынешний. Спасибо. Если рассматривать выступление клуба в чемпионате в целом, то в игровом плане команда выглядела в принципе уверенно. Да, были грубые ошибки некоторых футболистов. Немного слабая у нас оказалась вратарская позиция. Как вы знаете, повлияла еще и смена тренерского состава. Ну, вместе с тем показали результат такой, как показали. Будем двигаться дальше уже в первой лиге. Задача поставлена на первую лигу. Конечно же, выйти в высшую лигу чемпионата. Не смогли не спросить и о планах хоккейных. В нынешнем сезоне бобруйская команда сменила экстра лигу на высшую. В реестре были исключительно местные воспитанники. И по итогам регулярки стало очевидно. Путь был выбран правильный. Бобры вышли в плей-офф. Нападающий Александр Чабан стал одним из лучших снайперов. Отсюда логичный вопрос, что дальше. В следующем сезоне однозначно команда высшей лиги у нас остается. Если говорить про экстра лигу, ну, тут, наверное, нельзя опережать события, потому что, во-первых, эти вопросы еще будут обсуждаться в июне-юле месяце, по большому счету. Ну и по неподтвержденной информации ходят вообще разговоры о том, что количество команд экстра лиги в текущем сезоне будет сокращено. Ну, в первую очередь, я думаю, что это коснется команд, не имеющих фарм-клубов. Да и ни для кого не секрет, что часть команд экстра лиги в настоящее время испытывает серьезные финансовые трудности тоже. То, что касается нашего клуба хоккейного, мы продолжаем развиваться. У клуба есть практически все, что нужно. Не обошли стороной гандбол. В нашем городе существует профессиональная женская команда. Домашние матчи девушки проводят то в Белыночах, то в Глузке. К сожалению, зала, который бы отвечал всем требованиям, в городе сейчас нет. К слову, Березине это никак не мешает. Сейчас бобручанки борются за четвертое место в чемпионате. Для спортсменов, как воздух, необходима хорошая инфраструктура. В городе она есть. Ледовая арена, залы, стадионы. Но и здесь не все так просто. Вспоминая всю ту же гандбольную Березину, которая ютится на гостевых площадках, возник вопрос о дворце игровых видов спорта. С 2011-го тему обсуждают СМИ. Но до конкретики пока так и не дошло. Более вероятно строительство крытых теннисных кортов на территории Бобруиска арены. Есть определенная договоренность у нас с федерацией тенниса. Они готовы нам безвозмездно предоставить воздухоупорное сооружение. Как бы это будет крытый теннисный такой манежик на четыре корта. Ну, готовы предоставить манеж, необходимое климатическое оборудование, освещение и уложить покрытие кортов. Ну, сейчас вопрос прорабатываем. Возможно, он скоро решится. 2020-й пусть и прошел под знаком пандемии, но международные турниры проводились. Бобруисские спортсмены свое взяли. Так Андрей Казусенок выиграл чемпионат мира по самбо. Там же Владислав Бурть взял бронзу. На Европе лучшей стала Ванесса Каладинская, Ирина Курочкина стала третья. Это успехи в борьбе. На год нынешний он, к слову, олимпийский. Планы амбициозные. Переказом министра утвержден список перспективных спортсменов, кандидатов на участие в Олимпийских играх. В данный список включено порядка 16 спортсменов города Бобруиска по 8 видам спорта. В настоящий момент выполнено 5 олимпийских квалификационных требований и нормативов, так называемых лицензий. Это Курочкина Ирина, Ванесса Каладинская, Макарченко Надежда, Савина Нина и Литвинов Владислав. Шла речь и о делах городских. В частности, продолжат развивать сеть веломаршрутов. Алексей Воронков также напомнил. И о доступности различных спортивных секций. В большинстве своем они бесплатные. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруиск, 360.